Доклад о развитии здравоохранения в Демитровграде депутатом представила руководитель Федерального центра медицинской радиологии Любовь Шулепова. Речь шла о готовности хирургического корпуса. Проект завершено. В настоящий момент проведены все процедуры по регистрации имущества и они уже в оперативном управлении у нас от СМР. Мы получаем в настоящий момент данное предпределечение и в конце, я думаю, июня уже получим и в июле подойдем документы на лицензирование. Но сроки лицензирования установлены законодательством, это 45 дней, поэтому мы планируем к концу августа, но это уже получится, получить лицензию и начать свои деятельности. Основные направления работы – хирургия, гинекология, травматология и ортопедия. Здесь будет оказываться как экстренная, так и плановая хирургическая помощь. Депутатов интересовали вопросы кадровой политики, обеспечения специалистов жильем, местами в детских, дошкольных и образовательных учреждениях, уровень заработной платы. Еще один аспект развития здравоохранения в городе – это повышение качества оказания медицинской помощи в связи с открытием Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии. Это медицинское учреждение уникально. Корпус радионуклидной терапии. У нас отделение на 37 корпусов. В настоящее время это самое большое отделение, которое имеется в Российской Федерации. По средним данным, самое трудное считается на 15-го. У нас 37 коек. Руководитель Центра медицинской радиологии Любовь Шулепова обратилась к городским властям с вопросом о приведении в порядок территорий, которые прилегают к Федеральному центру медицинской радиологии. Марина Антуганова, Анжелика Бровенок. Наше время.